Главные новости к этому часу в информационном выпуске «Губернии 33». В студии Илья Лопушенко. Здравствуйте. Сегодня утром в Гусь-Хрустальном загорелась кровля двухэтажного здания на улице Володарского. На срочный вызов выехали пожарные. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на соседние строения. Огонь мог перекинуться на первые и вторые этажи. Площадь пожара составила около 600 квадратных метров. Его потушили к полудню. По предварительным данным, здание принадлежит нескольким собственникам. Кроме офисных помещений, в нем находится столовая. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Дознавателям МЧС предстоит выяснить причины возгорания. И к другим новостям. Федеральную трассу М7 в черте города Владимира ждут кардинальные изменения. Об этом сегодня рассказал новый руководитель УПРДОР Москва-Нижний Новгород Сергей Карпов. Новые планы он обсудил на встрече с главой города Андреем Шохиным. Из основных, так скажем, первоочередных работ, которые будут выполняться, соответственно, это будут выполнены участки капитального ремонта нашей дороги с изменением работы светофорных объектов. Это изменение и фаз работы светофорных объектов. Это, соответственно, и оптимизация уже существующих светофорных объектов в черте, соответственно, города, которые позволят увеличить, скажем, пропускную способность как самого М7, так и, соответственно, выезд внутреннего трафика. Перенастроить светофоры на участке автодороги Сновид-Северизина и на Суздальском проспекте. В следующем году УПРДОР планирует получить финансирование на капитальный ремонт дороги и подземного пешеходного перехода в Юревце. Новый Зевр в 22-м появится на участках, где произошло наибольшее количество ДТП с пешеходами. Также участники встречи обсудили строительство южного и северного объездов. С их вводом из черты города уйдет весь транзитный транспорт. После рабочего совещания глава города Владимир Андрей Шохин прокомментировал ситуацию с работой общественного транспорта. Накануне у компании АДМ закончились контракты по семи маршрутам. Договоры компания с мэрией не продлила. Пока не совсем понимаю причину, почему компания АДМ не подала заявку на продление контрактов, которые у них были, но, вероятно, у них свои какие-то на это причины, может быть, какие-то внутренние проблематики, которые есть. Я думаю, это лучше у них спросить. Но город принимает всяческие меры только для того, чтобы действительно транспорт ходил, ходил бесперебойно, чтобы все жители возились. Большая часть маршрутов, которые обслуживала АДМ, соединяли город с микрорайонами «Энергетик», «Мосино», «Шепелево» и «Левинополе». Сейчас на них временно до результатов нового конкурса работают другие перевозчики. Но ситуация остается критической. На линию 6С вместо автобуса вышла небольшая «Газель». Проблемным называют и 56-й маршрут. Он связывает областной центр с Уварово и Ладогой. Глава города пояснил, что сейчас главное выяснить, смогут ли действующие перевозчики без перебоев обслуживать освободившиеся маршруты. Мы сейчас как раз пытаемся с АДМ проговорить, что там у них происходит внутри. Почему они не выезжают. Мы по всем заключенным контрактам готовы продлевать их, которые есть. Самое главное, чтобы перевозчик вовремя подавал заявку на продление этих маршрутов. Продолжаем выпуск. Во Владимире сотрудники компании «Т-Плюс» выявили 40 дефектов на тепловых сетях. Специалисты проводят комплексную ревизию. Именно для этого в квартирах жителей областного центра на время отключают горячую воду. Компания также меняет старое оборудование на новое, более современное. Техническая революция ждет и ТЭЦ-2. Подробности расскажет Елена Павлова. Только во Владимире этим летом компания «Т-Плюс» планирует полностью переложить 20 километров коммуникации. Работы будут проходить в рамках инвестиционной программы «Реконструкция». На перекладку теплосетей направят 450 миллионов рублей. 8 миллионов выделили на модернизацию котельной на диктора Левитана. При этом у ПАО «Т-Плюс» на сегодняшний день есть, собственно, своя программа. Называется она у нас «Большая перекладка». Это ПАО отдельно привлекает деньги банков. И сегодня в планах у нас плюсом по городу Владимиру 124 миллиона рублей. Владимирскую ТЭЦ-2 ждет техническая революция. 73 миллиона рублей вложат в замену коммуникации ремонт котлов и турбин станций. Модернизация всех объектов стала возможной в том числе благодаря переходу города на новую модель рынка тепла. Результаты планомерной работы специалисты видят, подводя итоги отопительного сезона. Каких-либо серьезных нарушений в отопительный период у нас не было. Ну, как обычно, произошли ряд каких-то инцидентов, которые, по большому счету, были очень быстро локализованы. И потребители всегда у нас были с теплом. В домах владимирцев стали отключать горячую воду. Специалисты проводят комплексную ревизию сетей. Это позволит вовремя и без аварий начать новый отопительный сезон. Позади уже 118 гидравлических испытаний. Выявлено 40 дефектов. Помимо прессовок высоким давлением и температурой, обнаружить их помогает робот. Производит обследование состояния трубопровода на предмет его качества поверхности внутри, толщины трубопровода, выявления каких-то слабых мест. Качество проведения работы и завершения их срок зависит от потребителей. Но не все жители региона и даже солидные организации платят по счетам вовремя. 869 миллионов нам клиентов важны за электрическую энергию и миллиард 56 миллионов важны за тепловую энергию. Есть долги у муниципальных предприятий, это крупные водоканалы, ресурсно-навжающие организации. Там мы применяем все необходимые меры по взысканию в том, что в судебном порядке. В июне Владимирский филиал «Энергосбыт плюс» запустил традиционный конкурс на определение лучшей управляющей компании. Победитель получит современную детскую площадку. Также в регионе стартовала акция для физических лиц на дачу без долгов. Елена Павлова, Андрей Беляков, губерния 33. И к другим темам. Во Владимирской области завершилось голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2022 году. Жители выбирали дизайн проекта на единой федеральной платформе. Во Владимирской области на голосование было выставлено 69 территорий. Свой выбор сделали более 88 тысяч человек. Так, во Владимире жители выбирали один из двух вариантов благоустройства парка Добросельский. В Гороховце голосовали за благоустройство улицы Братьев Бесединах, которые находятся в центре города. Там также было предложено два разных дизайн проекта. А в поселке Ставрово хотят преобразить Маминсквер на улице Юбилейной. На выбор местным жителям представили два дизайн проекта. Узнать результаты по всем общественным пространствам, которые благоустроят в следующем году, пока нельзя. На федеральной платформе идет подсчет голосов. Очень важно учитывать мнение жителей, потому что объекты благоустройства как раз-таки для жителей, жителей благоустройства парков, скверов, то есть те зоны общественного пространства, в которых люди отдыхают с детьми, с семьями. Поэтому очень важно здесь как раз-таки, чтобы эти проекты выбирали именно сами жители, которые потом будут приходить в этот парк или в сквер. Во всех социально-реабилитационных центрах области открылись летние лагеря для трудных подростков. В три смены отдохнут 900 детей. Каждая из них будет тематической, спортивной или творческой. С экскурсиями подростки побывают в интересных исторических местах Владимирской области. Если такие смены будут интересны и востребованы детьми, в социально-реабилитационных центрах найдут возможность увеличить число участников. Об этом рассказала директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина. Мы постарались трудных подростков их всех организовать. Где-то 90% все у нас либо они в учреждениях наших, либо в загорные лагеря едут, либо при школьном лагере. То есть все три смены они организованы. И кто уже подростки, постарше, мы с департаментом по труду и занятости организуем их где-то устраиваются. Они на работу трудятся. Стараемся всех охватить. И кто пожелает, мы еще найдем такие возможности. Во Владимирской области зацвели дикие орхидеи. Одно из заповедных мест, где можно увидеть редкие растения, это дюкинские карьеры в Судоготском районе. На территории заказника растет 9 видов этих необычных цветов. Три из них занесены в Красную книгу. Подробности расскажут мои коллеги. Вообще все орхидеи в заказнике цветут по очереди. То есть в течение весны и лета, приезжая сюда, можно увидеть какую-либо цветущую орхидею. Эти редкие растения цветут совсем недолго, примерно три недели. Чтобы поймать исчезающую красоту, в заповеднике проводят экоэкскурсии. Это самая известная орхидея Венерин башмачок. Капризное растение занесено в Красную книгу, чтобы прорастить. Семена их засевают рядом с грибами. На полное созревание уходит не один год. Чтобы появился первый цветочек, 8-10 лет нужно. То есть, представляете? Ирина Митюшина, заядлый турист, больше 20 лет она ходит в походы. Эксперт развивает природный туризм по всей области. Именно она создает увлекательные маршруты и экологические тропы. Одно из самых любимых мест Ирины – дюкинские карьеры. Экскурсии здесь она проводит уже третий год. Во Владимирской области произрастает 21 вид орхидеи. Вот в этом заказнике дюкинском самая большая концентрация орхидеи – это вот сейчас подтвержденных 9 видов. Это очень ценные в этом плане территории. Орхидные растения полюбили дюкинский заказник из-за выхода известняковых пород. Школьникам из Ковровского района экопрогулки в новинку до этого Екатерина Муратова вместе с учениками ездила в основном по музеям и театрам. Уникальная экотропа стала для них настоящим открытием. Очень понравилась природа, очень понравился сам заповедник. Спасибо большое, что есть такие экскурсии, что вытащили нас из наших интерактивных классов, что дети действительно увидели вживую Венерин башмачок, увидели такое многообразие ландышей, растений, деревьев. В общем, огромное спасибо. Мы еще не уехали, а нам хочется вернуться снова. С 19 века здесь добывают известняк на месте террасы старого карьера. В древности было дно моря. Туристы могут увидеть даже остатки раковин доисторических моллюсков. Высота котлова на примерно 80 метров. Отсюда открывается потрясающий вид. Благодаря такому разнообразному ландшафту пользуется это место популярностью как у любителей природы, туристов, так и у альпинистов и разного рода спортсменов. Это место идеально подходит для тренировок третий год подряд. Именно сюда спортсменов из Подмосковья приводит Галина Майцак. У себя мы тренируемся на искусственном рельефе, то есть на искусственных скалодромах. А здесь вот такой удачный случай, природный скалодром, где можно отточить технику и тактику прохождения скальных участков. Ради эффектных фотографий имеет потрясающих пейзажей. Сюда туристы со всего мира приезжают уже 18 лет. Записаться на экскурсию могут все желающие. Проект Край Северных Орхидей будет работать до конца лета. Ирина Начерва, Антон Рылов, Олег Маньков, Губерния 33. На этом у меня все. Выпуски новостей доступны на нашем сайте trc33.ru а также на канале Губернии 33 на YouTube. Подписывайтесь на наши обновления. А я с вами прощаюсь. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир в 19.00. Не пропустите.